Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ новости. В студии Гульмира Тимиргалиева. Сордоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. В Алматинской области стартовала подготовка к предстоящим парламентским выборам. Эта тема стала ключевой на прошедшем сегодня заседании с главами районов и областных ведомств под председательством Акима области Аманды Кабаталова. Напомним, выборы депутатов в мажорист парламента пройдут 10 января 2021 года, согласно указу президента Касымжо Марта Тукаева. Сейчас в регионах ведутся подготовительные этапы. Главная задача – проведение открытых, честных и прозрачных выборов, согласно закону, отметил глава Алматинской области. Уже прорабатываются организационные моменты. Будет учитываться также эпидемиологическая ситуация и соблюдаться все санитарные нормы. Я вас призываю к ответственности. Это серьезные выборы. Чтобы каждый из вас проникся, понял, что это такое. Это серьезная вещь. На соблюдение карантинных норм проверили рестораны областного центра. Рабочая группа во главе с заместителем Акима Алматинской области Батыржаном Байжумановым проинспектировала заведение на соблюдение дезинфекционного режима, наличие антисептиков и социальное дистанцирование. Насколько в Талдыкургане соблюдаются санитарные нормы, указанные в постановлении главного государственного санврача области, расскажет мой коллега Дамир Анитов. Несмотря на запрет главного государственного врача о проведении массовых мероприятий, в этом ресторане проходят шумные застолья. В гости к нерадивым организаторам наведались представители власти, но их не впустили. В следующей точке общепита областного центра около 40 человек, нарушая всевозможные санитарные нормы, проводят той. До нарушения закона администрацию ресторана ждет штраф. Этот праздник они запомнят надолго. Аналогичная ситуация в ресторане по соседству. Организаторы торжества не позаботились о социальном дистанцировании нескольких десятков посетителей в период карантина. Мониторинговая группа отметила, что часть персонала пренебрегает медицинскими масками и перчатками. За грубое нарушение правил администратору придется заплатить штраф. Причем немалый. 4 миллиона тенге. Здесь у нас идет вторая волна. Если вот такие мероприятия будут проводиться везде, то мы не справимся, мы не спасем вашей жизни, если вы друг друга заразите. Все, мероприятие завершено. Прошу всех разойтись. Как итог, почти во всех проверенных увеселительных заведениях не соблюдается карантин. Администраторов ресторанов и организаторов ждет многомиллионный штраф. Подобные рейды будут проводиться ежедневно, подытожили представители власти. Дамир Анитов, Жатлан Шенкенже, телеканал ЖИЦУ. Свыше трех тысяч мечетей открылось в Казахстане с момента обретения независимости. В храмах каждый желающий получает возможность религиозного обогащения. Однако с развитием цифровых технологий молодежь получает неправильное религиозное воспитание. Все больше молодых людей подвержены деструктивным религиозным течениям. Этой теме и посвятили собрание священнослужителей Алматинской области. Мероприятие прошло с участием заместителя Акима Алматинской области Рустама Али и верховного муфтия страны Наурсбая Кажи Таганулы. Сложившаяся ситуация всерьез беспокоит имамов всей страны. Необходимо вести активную пропагандистскую работу в СМИ, чтобы не допустить неверного толкования Корана, единогласно твердят священнослужители. Затем в рамках празднования 30-летия Духовного управления мусульман Казахстана благодарственными письмами были награждены глава Совета ветеранов Алматинской области Ермек Келемсеид и руководитель управления по делам религии Алматинской области Рахмет Ездаулетов. Вы знаете, что молодежь вообще сейчас, вот она очень сильно себя позиционировать начала в последнее время в религии. Мечети у нас большей частью составляет именно молодежный жамагат, но для этого нужно как раз вот, чтобы мечети являлись именно тем местом, где они будут понимать именно правильные ценности религии принимать, а то в основном через интернет, социальные сети тоже сейчас идет деструктивный контент, наполнение всего этого, чтобы оградить их сознание от этого деструктивного контента. Как раз здесь и роль мечети, и роль самих имамов. В этом отношении, конечно, роль муфтьята была сегодня обозначена. Три года во мраке. Бывшая приверженница религиозного течения «Новая жизнь» поделилась, как на протяжении нескольких лет она посвящала себя служению, и почему в итоге разочаровалась. Подробнее в материале нашего корреспондента. Валентина Мушарапова родом из Жамбылского района. Около 10 лет назад женщина потеряла мать, а следом и мужа. Навалились проблемы на работе. Этот период своей жизни Валентина Ивановна вспоминает со слезами на глазах. Оставшись один на один со своими бедами, женщина решила, что найдет помощь и успокоение в христианской организации «Новая жизнь». И осталась в ней почти на три года. Они обещают, но ничего не делают. А вот идут-то туда бабушки, которые действительно не к кому обратиться. Думают, там помогут. Они сначала обещают. Может быть, бы еще и ходила, но они, знаете, деньги же собирают. В обязательном порядке. А их нет у меня, этих денег. И просто я была вынуждена, а потом это все, как сказать, все думала, все это осмысливала. И получилось, ну зачем? Вот если у мусульман есть мечеть, просто люди идут туда, молятся там. Никто с них ничего не спрашивает. Так же и у русских. А этим надо, раз я пришла, я должна заплатить. За три года пребывания в организации «Новая жизнь» Валентина потеряла недвижимость, а на фоне постоянных стрессов пережила инсульт. Сейчас женщина не понимает, как долгое время не замечала обмана. Они работают с психикой человека и деформируют ее, выбирая ослабленных, потерянных в жизни людей, объясняет Валентина. Вот и выходит, что человек иной раз отдает годы жизни организации о подлинном учении и целях, которые он ничего не знает и не догадывается. Недоступность организации и строго регламентированный образ жизни адептов наводят сомнения в правильности их учения. Многие люди в Знагачае добровольно входят на общение между собой. У них есть юридический адрес, по которому они проводят свои собрания. Мы не в силе каждый раз контролировать, пока жалоб не было, но я думаю, нужно или же жесткий контроль иметь, доступ в любое время. Они в данное время могут в домах молитвы, например, закрыться изнутри. Например, у нас свободного доступа не имеем, так как они считаются частной организацией, у них владения частные. И в любой момент у нас доступа нет. Сейчас Валентина Ивановна призывает людей быть более внимательными и не заводить общение о Боге с незнакомыми людьми. День социального работника отмечают в Казахстане в последнее воскресенье октября. Это праздник людей, от работы которых зависит социальное самочувствие граждан. Именно им первыми приходится принимать на себя проблемы социально уязвимых граждан и помогать в их решении. Таких работников в Алматинской области более 3000 человек. Равнодушны к трудностям и проблемам одиноких стариков и инвалидов. Тем, кому без посторонней помощи не справиться, вряд ли станет социальным работником. Поскольку такая профессия не привлекает высокой зарплатой. Здесь больше нужны благородство души, терпение, добросовестность и ответственность. Всеми этими качествами обладает социальный работник Жамбулского района Айгуль Саркобекова. Впервые 24 года она пришла в сферу социальной помощи. С тех пор прошло более 30 лет. Как говорит Айгуль, за это время она ни разу не пожалела о своем выборе. Ведь делая что-то хорошее, каждый день помогая нуждающимся, мы делаем мир чуть-чуть лучше, добрее и счастливее, говорит она. 31 год назад мы работали всего три человека. Я привлекла к этой работе еще двоих своих знакомых. С ними до сих пор работаем вместе. Тогда многие не вникали в нашу работу и не понимали, а людей, нуждающихся, было очень много. Порой не успевали, уставали очень сильно. С шести утра стояли в очереди за углем и доставляли его домой одиноким старикам. Как тогда справлялись, удивляюсь. Зато было много благодарных людей. Сейчас я помогаю семи жителям села Узнагаш. Один из них инвалид. Возраст их от 73 до 93 лет. Вот с кого нужно брать пример милосердия, делятся с нами сестры Мария Макарова и Галина Брянцева. Им по 90 лет. Самостоятельно вести все домашние дела, ходить в магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами. И даже просто закапать глазные капли у них не получается. Всевозможную помощь одиноким бабушкам оказывает социальный работник. Айгуль Саркубекова в этом доме своя. Бабушки с ней делятся даже собственными секретами. Я заболела. Если бы не социальные работники, то погрязли бы мы. И опустились. И вообще я не знаю, в кого мы превратились. А мы сейчас продолжаем жить. И этому помогает нам Гулечка. Наша любимая Гулечка. Она нас придет всегда с улыбочкой. Расскажет, расскажет, как у нее дома, а как у вас. Побеседуем все. Она просто настоящий социальный работник. Она психолог. Она к тому же психолог хороший. Она понимает состояние. Она понимает, когда что надо спросить. Мы очень ею довольны. Она у нас лучше, чем родственница. Она дома знает, где что лежит. Уборка это незаметно как-то так. У нее ласково все, вот эта уборка получается. Смотришь, только пришла, уже убрала. Молодец она. Никаких абсолютно претензий у нас к ней нет. Она пришла, побудет у нас туда-сюда. Потом уже как-то и жить охота вроде. Ничего, жизнь наладилась хорошо. Большое спасибо правительству, кто вот это придумал. Что бы мы сделали без них? В Жамбулском районе функционируют два отделения социальной помощи на дому. Ими оказываются специальные государственные услуги. Социальные работники по району у нас, это 44 социальных работника, оказывают по восьми направлениям. Большое спасибо таким специалистам, потому что такой тяжелый момент, они всегда рядом с такими людьми. То есть у таких, допустим, одиноких престарелых нету ни детей, ни родственников. Они болеют, не могут сходить в магазин, не могут сходить в аптеки, в больницу. Наши социальные работники всегда рядом с такими людьми. Оказание помощи, мы за эту работу их благодарим. В системе социальной защиты Алматинской области трудится более трех тысяч человек. Это сотрудники районных городских отделов занятости и социальных программ, центров занятости, отделения надомного обслуживания, а также центров оказания специальных социальных услуг. Они оказывают необходимую помощь малообеспеченным гражданам, инвалидам, пенсионерам и другим защищаемым категориям населения. У этих людей особая миссия – помогать, поддерживать и защищать. Гульназ Мустафа, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ, Жамбулский район. Более 13 миллиардов тенге будет затрачено на подготовку к возможной второй волне коронавируса в Алматинской области. В настоящее время ведутся плановые мероприятия для недопущения вспышки опасной инфекции. Близится к завершению и плановая вакцинация граждан из группы риска. Как медучреждения области готовятся к продолжающейся борьбе с COVID-19? Какие инновации внедрены в помощь врачам? Эти и другие вопросы обсуждались на брифинге с участием главного врача области Умерзака Неизбекова. Подробности узнаем из материалов сюжета. Во избежание человеческих жертв в Алматинской области из местного бюджета выделено свыше 13 миллиардов тенге. Более 60% уже затрачено на закуп необходимого оборудования и лекарств. В их числе больше тысячи единиц аппаратов оксигенотерапии. Количество кислородных станций доведено до 13. Помимо этого, в Алматинской области внедрена не имеющая аналогов система искусственного интеллекта, способствующая раннему распознаванию COVID-пневмонии посредством рентген-снимка. Ее внедрение решило не только вопрос диагностики болезни, но и дефицит кадров, подчеркнул глава управления здравоохранения. Закуплены 3 КТ-аппарата из тяжелого оборудования, 18 рентген-аппаратов, виброакустические массажеры, более 150 аппаратов ИВЛ с местного бюджета и около 120 аппаратов ИВЛ из республиканского бюджета. На сегодняшний день это будет составлять 533 аппарата ИВЛ. В случае второй волны коронавируса принять пациентов готова и новая модульная инфекционная больница на 200 провизорных и 20 реанимационных коек со штатом из 66 медработников. Уделено внимание и детям. На базе детских больниц проходят до оснащения COVID-центр для маленьких жителей области. За счет пополнения стаб-фонда аптеки Алматинской области будут обеспечены необходимыми лекарственными средствами. В настоящее время запас жаропонижающих препаратов свыше 120 тысяч единиц. Также действует 8 лабораторий на проведение ПЦР-тестирования. Наряду с действующими сформированы и новые бригады скорой помощи. Их общее количество – более 8300 единиц. Начали работать и 12 передвижных мини-поликлиник в отдаленных населенных пунктах. По мнению Умерзака Неизбекова, учитывая опыт прошлых ошибок начала пандемии, в настоящее время проведена максимально качественная подготовка к возможной второй волне эпидемии коронавируса. Напомним, всего по области с весны текущего года выявлено 5 тысяч 7 инфицированных. 4 тысяча 829 из них выздоровели. В настоящее время в стационаре с диагнозом COVID-19 находится 21 человек. С диагнозом пневмония – 99 пациентов. Это были все новости к этому часу. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok